Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых событиях и основном фундаменте, влияющем на динамику финансовых инструментов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и ставить лайки, за которые всем вам огромное спасибо. Сегодняшний день очень важный для двух инструментов. Для канадского доллара, поскольку сегодня состоится заседание Банка Канады, я думаю, что движения по канадцу будут достойными. Мы ждем пересмотра прогнозов по экономическому росту, разумеется, в худшую сторону и ждем намеки на дополнительное стимулирование. Что это будет? Анонс готовности сохранить траекторию снижения ставок либо увеличение программы количественного смягчения покажет вот, собственно, сегодняшняя пресс-конференция, которая состоится 18-15 по московскому времени. Но забегая вперед, друзья, у нас держится длинная позиция по доллару канадцу. Сейчас котировки 1.36. Мы покупали раньше цели. Амбициозные движения выше отметки 1.37, даже 1.38. Я допускаю, что сегодня на всплеске волатильности мы можем подобраться к уровню 1.37. И второй актив, за которым мы, безусловно, следим, это рынок нефти. Сегодня заседание ОПЕК+, в ходе которого будут решаться вопросы касательно формата соглашения по снижению добычи на будущий месяц, на август. Вот давайте на этой ноте перейдем к рынку нефти. 4304. Бренд ранее могло показаться то, что рынок начал корректироваться, но, опять же, мы вернулись к новым локальным максимумам. И сам факт того, что сейчас рынок находится на локальных многомесячных максимумах в преддверии такого важного события, только доказывает, друзья, то, что сегодня вы должны быть крайне бдительными, потому что рынок нефти очень сильно раскачают. Волатильность будет гораздо выше среднего, поэтому сегодня я сделаю акцент на необходимость контроля риска, соблюдение классических традиционных правил риск-менеджмента, контроля за загрузкой депозита. Если у кого-то из вас есть с этим пробелы, сегодня же свяжитесь с вашими персональными менеджерами и консультантами, которые окажут вам самую компетентную профессиональную помощь и расскажут, что же это такое правило риска-менеджмента. Что касается действий по рынку нефти, то, что мы остаемся на локальных максимумах, это поддерживает интерес и для нас мотивация следить за текущим фундаментальным фоном. ОПЕК плюс выполняют соглашение. Процент исполнения пока что еще неизвестен в рамках прошлого месяца, но по комментариям Wall Street Journal сейчас Саудовская Аравия фактически готова настаивать на том, что из-за последнего роста цен на нефть, из-за вроде бы как восстановления спроса на углеводороды, будет уместно смягчить текущий формат соглашения, текущее ограничение по добыче. Поэтому ее предложение будет заключаться в следующем. Нужно поднять производство на 2 миллиона баррелей в сутки. Я думаю, что Россия точно поддержит это соглашение, но Россия и Саудовская Аравия при всем уважении к ним, да, это лидеры вот этого объединения ОПЕК плюс, но в этом альянсе 23 страны. И, конечно же, кто-то будет против, потому что логично, что некоторые страны опасаются повторения ситуации начала 2020 года с обвалом цен на нефть. Но я думаю, что их все равно переубедят. Как рынок может отреагировать? По идее, рост добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с августа это медвежий фактор, потому что тем самым дополнительный приток может создать риск формирования избыточного предложения. Причем ранее мы разбирали с вами доклад Международного энергетического агентства. Как вы помните, спрос на нефть сейчас остается на 9-летних минимумах в районе 86,5 миллионов баррелей в сутки. Я думаю, что особенно ситуация не изменится к концу года, а может быть даже ухудшится, потому что мы все-таки при озвучивании всего фона подразумеваем, что сейчас мировая экономика находится еще в заложниках, в вакууме неопределенности из-за пандемии. И если ситуация, которая развивается в Штатах, начнет такими же темпами развиваться в других регионах, то, конечно же, темп экономического роста очень сильно просядет. Если просядет темп экономического роста мировой экономики, просядет и спрос на углеводороды. Сегодня еще также данные по запасам в 17.30. Уж даже не знаю, на что трейдеры обратят больше внимания, но допускаю, что все-таки будет заседание ОПЕК. Если решение по рост добычи будет принято, рынок нефти сегодня может столкнуться с коррекцией. Индекс доллара 96.18 пока что держится в уровне 95.70, а значит, я лично сохраняю интерес именно к покупкам американской валюты. Кто-то может, опять же, сказать, что причины снижения доллара очевидны. Вот в комментариях, я помню, обратили внимание на рост дефицита бюджета в рамках прошлого месяца, который составил 80, точнее, 864 миллиарда. Да, это рекордный показатель, но не забывайте, что этот рост произошел из-за того, что были согласованы и влиты в экономику триллионы долларов на поддержку пандемии. И если уж совсем быть точным, разбирая текущие показатели балансов, мы сможем обнаружить точно такой же рост дефицитности во многих регионах. Скажем так, это не причина, из-за которой можно было бы продавать доллар. А вот покупать его можно из-за прежних рисков, связанных с пандемией, из-за непростых отношений США и Китая, особенно после того, как вчера Трамп фактически анонсировал новые санкции против чиновников из Китая, имеющих отношение к законопроекту о нацбезопасности в Гонконге. Я думаю, что эти трения будут усиливаться. В конце концов, мы вернемся к возобновлению торговой войны. Базовый индекс потребительских цен. Важное значение, это данные по инфляции, 1,2% в годовом выражении, так же, как и месяц назад. Многие обратили внимание на рост обычного показателя инфляции, основного, то есть который учитывает цены и на продовольственные товары, и на энергоносители. Скачок цен с 0,1% до 0,6%. Но, друзья, это все не следствие этих безумных мер стимулирования. Я вчера пообщался со своим приятелем, который проживает в Штатах, и задал ему один простой вопрос, насколько сильно увеличились цены на топливо, потому что в показатели инфляции именно они вносят основной вклад. Так вот, примерно по скромным подсчетам за последние полтора месяца скачок цен на бензин и дизельное топливо превысил 15%. Вот, пожалуйста, отсюда и такие значения по инфляции. Я не вижу причин для слабости доллара. Я понимаю, что сейчас может быть проще всего поддаться движению трендовому, движению ослабления американской валюты, но доллар периодически неплохо выкупает, и я думаю, что это может продолжаться и дальше. Золото 1806. Я снова с отметки 1800 в длинных позициях. Пока реальная доходность американских облигаций держится на отрицательной территории, мы золото будем покупать. Доллар канадец уже сказал, настраиваемся на рост пары, потому что очень важный день с точки зрения фундамента. Евро против доллара 1.1396. Четверг и пятница это определяющие дни для европейской валюты. Я думаю, что очень много негатива может прийти в пятницу, потому что, по моему субъективному мнению, на саммите Европейского Союза не будет окончательно согласован фонд восстановления экономики. И, скорее всего, обсуждение этого вопроса из-за отдельной критики многих европейских стран, которые выступают против поддержки других европейских регионов с большим долговым бременем по отношению к ОВП. Из-за этого обсуждение по фонду могут перенести на август. И это должно стать причиной снижения европейской валюты. По статистике, вы сами все прекрасно видели, промышленное производство, изю бизнес-оптимизм, оценки экономических условий на ближайшие 6 месяцев просто на значениях, когда пандемия была в самом разгаре. Это доказательство того, что экономика валютного блока сталкивается с серьезными проблемами. Фонд снижается. В целом, после вчерашнего обвала последовало восстановление, но позиционно фонд распродает. 1.2566. Сейчас котировки ждем закрепления ниже уровня. 1.25. Сегодня данные по инфляции в 9.00 по московскому времени, которые могут усилить нисходящую динамику. На этом все, друзья. Большое спасибо за внимание и всем пока!